ребята всем привет с вами мир футбола и сегодня у нас в гостях человек который не нуждается в представлении это андрей пятов привет так привет не она вперед или сегодня андрей нас повозит или мы андрея до покажу молодежи подписывайтесь на наш канал и что погнали погнали ты играл со многими хорошими командами мирового уровня кто лучше всего из футболистов бил точно сильно кого ты можешь выделить не в это понятно есть звезды там кристиана роналдо месси они более индивидуально то есть там штрафные те же у кого удар там непредсказуемые то я думаю в каждой команде есть какой футболист у кого-то у нас там ярик ракицкий очень такой неприятный удар возьмем тоже у того же саша алиева поверьте все знают как какой у него удар и как мяч я даже вот с михайловым разговарив тренером по вратарям в динамо он не объяснял еще давно что у него там своеобразная нога там маленький размер попадает в определенную часть мяча мяч и тем более знаете какие сейчас мячи да и по-моему тогда он саня начал там пик его ударов это был ротейра по мяч вышел этот сумасшедший и нужно было просто попасть правильно выделить ты не можешь какого-то футболиста нет потому что каждый индивидуально сильный пара у каждого своя техника конечно каждый есть исполнитель тех же штрафных те же там хороший профессиональный футбол современный он диктует такие условия игры что каждый футболист должен иметь хороший удар и над этим работать там вот бернард церна очень хорошо там исполнять через ту же стенку фред очень хорошо исполнять левша да тайсон ну тайсон вдалека вот у него такой удар как у ракицкого то есть он любит там до метров 30 это подойти хорошо приложить ребята сейчас мы пробьем пенальти андрей задача такая ты будешь знать сторону в которой я буду бить и также нутсу и мы посмотрим насколько много шансов у тебя или мало отбить пенальти если будет удар идти точно и сильно посмотрим первый удар буду пить я буду пить в левый угол согласен андрюха левую от меня правда дать тебя про не а это мы не говорим вот что значит сила и точность удара но почти андрей вытащил мы повезло нацелился прям под штангу но буду бить в правый угол андрей слышал а тебя нет у меня еще бог болит чуть-чуть не хватило видите даже у андрея болит бог на все равно вытащит правый угол андрей заметил что я ему ничего не сказал женя заметил что андрея болит бог да не попал я в угол самое удобное для вратаря но удобно и высоте ударе потом секрет один как лучше бить сейчас буду пить в левый сейчас буду пить в левый не ожидал да неплохо уже немножко андрей завалился давай же в тот же угол наконец-то почином андрей уже говорит надо шанс взять надо шанс взять но я же два раза не забил третий то надо забивать трех два трех один так ты же знаешь удалось забить в левый угол уже два раза туда же бьют нутсу бьет проверенный угол посмотрим на этот раз не хватило сил еще можно как сейчас 21 век все видят как кто бьет тренера показывает это тебе на видео перед игрой что определенный игрок чаще бьет в правый угол или в левый и как бы заставить его туда ну есть игроки которые делают паузу до конца поэтому нужно до конца по мячу стоять не раньше идти потому что они смотрят на тебя до конца и видят какую ты опорную ставишь значит в это и меняет просто разворачивать чеку я ударю в тот же угол все-таки забил туда надо еще раз попробовать забить я ударю я ударю я ударю ребята если вам понравилась эта девяточка ставьте пожалуйста палец вверх даже андрея ценил я ударю пора распечатать в правый угол я думаю да если бы попал действительно был бы волк бью в правый угол который еще ни разу никто не забил вот это и не ждал а что вы это вы 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 Спасибо, спасибо большое за этот эксперимент, за хорошие удары по себе. Такое понятие, да, когда, вот к примеру, знаете, Толя Тимачев бил, всегда в этот угол на ударе, и в принципе вратари знали, но у него очень хороший плотный удар, поэтому... Большинство случаев забивал, да? Да, ну, когда вратарь знает, то есть у него есть преимущество, да, он все равно старается. И считаю, мы сейчас попробовали это, и видно, что шансов вратарей достаточно много. Ну, это, мне кажется, при том, что ты все-таки знаешь. Да. То есть если ты выходишь в игре, и вратарь тебя мало знает, и ты еще пытаешься там где-то обмануть, что ты делаешь, что беж вправо, и потом такой насилие удар делаешь в левый угол, то, я думаю, шансов много, и самое главное, что ты не заморачиваешься, там, как ударить, там, подсечечкой, обмануть вратаря. То есть бывает такое, что Фудулис подходит и путается потом, то есть сбивает сам себя. Тут он задумал, точно сильно на тренировке тренировал, и в игре, пожалуйста, получай. Есть такое, знаешь, уверенность во вратаре. Есть... Вратарь уверен, вот не знаю, есть такое уверенность в себе. И он просто, да, смотрит на игрока, и игрок уже теряется где-то, и поэтому уже вратарь как заставляет его допустить ошибку. Мы били пенальти, Андрей знал, в сторону, которую мы будем бить, а сейчас сыграем как в финале Лиги Чемпионов. Ты не уверен, что забьешь пять голом в пенальти? Ну... Вот так... Да... Это... Ну, а Гакара, это же не Саня Шамковский? Ну, да, да. Ну, я думаю, что... Ты знаешь, я никогда вот после матчей в пенальти, по-моему, один раз выиграл. За всю жизнь. Не, ну, в играх... Не, ну, в играх... Не, ну, в играх... И когда из Испании играли, я вот недавно удивил. Ну, это психология, в игре проще как-то, это все динамика. А после игры ты уже... Ну, не знаю, не мое это. У вратаря очень мало шансов при серии пенальти. Так что мы с Нуту должны из пяти забивать пять, для того, чтобы выиграть у Андрея. Ну, и между собой мы тоже будем соревноваться. И кто больше нас забьет, тот и победит. Поехали. Желайте удачи. Спасибо. Я первый. Поражение. 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 Я думал... Я смотрел специально в тот угол, думаю, ну, не поведется же, наверное. Вот и закончилась наша тема. Главное, чтобы у меня получилось в первый раз. Не прибыль, а сейчас. Ты посмотри, а! Поражение. Не танцы. Ладно, я знал, что я не бью. Но у вас ничья, подожди, я поздравлял Санк. Поражение. не нужно выдумывать первый что-то начал выдумывать там на технику как-то ударил да, расслабили меня в первую очередь ну да, победителя лидера ну здорово отбил, здорово да! у меня есть шансы выйти вперед у меня есть шансы выйти вперед четко, уверенно, стильно дичья да дичья, да? то есть решающий, да? кто не забьется 2-2 что это было я же уже не мантра Как такое отбить ребят, подскажите напишите в комментариях Андрюха, давай, ну, хоть у тебя не выиграл, но подвернулся, должен выиграть, решающий, ну, убил, убил, убил птичку, главный, главный победитель у нас Андрей, тренируйтесь, получается, из Муциных 5 отбил 3, из моих 5 отбил 2 гола, хороший показатель, но я просто немножко нервничал, вот я же психология, это важно. Мы сегодня били серию пенальти, и какие три способа повысить шансы отбития пенальти, ты знаешь, не обязательно три, то есть у каждого вратаря их по-разному, у кого-то больше, ну, это все зависит от ситуации, от вратарю нужно сейчас, я смотрю, анализирую пенальти, то есть это все-таки, наверное, более стоять по удару, наверное, потому что многие игроки, многие игроки уже, ну, сейчас смотришь, делают и паузы, но это все зависит, если ты стоишь, смотришь на разбег игрока, то есть это взрывная мощь, то есть если ты стоишь до конца, ты можешь просто в последний момент взорваться, то есть много факторов, кто-то пытается, я говорю, как Саша Шавковский, заставить игрока, заставить игрока ударить куда он захочет. Некоторые открывают больше правый угол, да, то есть если хитрость, то есть свои, да, нюансы у каждого вратаря по-разному, то есть я в этом не могу там особых каких-то сюрпризов открыть. Но ты стоишь или до конца по удару, или уже гадаешь, да? Вот есть такое внутреннее, да, чутье, там, Фабрегас бил, он разбегался, сделал паузу, я тоже сделал, ну, как бы стоял больше по удару, как идет со сборной Испании, поэтому вот как-то учувствовалось тогда мне так. Бывали пенальти, которые вот, все, вот решал для себя, вот там, правый угол прыгнул и решил, так что ж такое он? Ну, вот так. Сейчас вратари достаточно техничные и хорошо играет ногами, и какая вообще задача стоит перед вратарем, когда он выносит мяч от своих ворот, в какую зону? Ну, конечно, этому уделяется внимание, каждому сопернику мы разбираем на теориях игру соперника, как он играет, как он прессингует, и поэтому сейчас в футболе всегда вратарь играет важную роль именно в плане выхода с обороны. И я могу вам примеров два, ну, пускай не обижаются ребята из «Динамо», да, но мы забили им там последних там предведущих двух играх, там, на кубок, по-моему, на суперкубок, практически одинаковые голы, они прессинговали, то есть я просил Ферреру уходить на фланг, там, где играет, там, ну… Поэтому и Феррере легче бороться, и просто давал в ту зону, ну, это тоже немаловажно, дать точную передачу. Феррера сбрасывал Марлосу, Марлос входил, на кубок он забил прекрасный гол, на суперкубок он отдал передачу из Голливуда, то есть поэтому, это немаловажный момент, то есть это мелочи, детали, с которых сложится… То есть в основном стоит задача вынести мяч во фланг, где есть большинство у вас? Конечно, ну, не обязательно вынести, ну, мы стараемся играть в пас, то есть выходить через пас, ну, когда уже соперник… Ну, каждому сопернику, как бы… Да, и нужно, есть тренера у нас, грамотные тренера, видео показывают, где в определенную зону прессинговать нужно, где не надо играть проще, поэтому очень много нюансов. Андрей, ты когда-нибудь забил в играх? Возможно, в решающих играх. Ну, один забил, в сборной Словакии, по-моему… Да? Но его не засчитал. Не засчитал? Шотландик. Ну, я думаю, сейчас у тебя будет шанс забить мне, и мы поменяемся ролями, ты ударишь 8 ударов, а я даю тебя забить… Два удара. Попробуем. Два удара. Всё, поехали. Не мупер сейчас. Ребята, у меня болит правый бок, левый бок. Андрей, бей по центру. Хорошо, спасибо. Андрей, наши зрители задают очень часто вопрос, как во время прыжка преодолеть страх и минимизировать риск получения травмы? Да, хороший вопрос. Это всё закладывается с детства. В первую очередь, это техника падения. Если ты вырабатываешь её и с хорошими тренерами, и тренера тебе её ставят, потом ты просто не замечаешь, как эти бока уже привыкаешь к этим позициям. Конечно, изначально ты будешь чувствовать дискомфорт, тем более сейчас, по-моему, есть куча одежды специальной, поддевки, защиты. Ну, как-то я привык, у меня уже, как говорят, в боках набиты. Но мою травму я получил в игре с Александреем. У меня въехал игрок. У меня въехал, да? Нет, нет, не абсолютно. Это было столкновение. Долго он перчатки одевает, конечно. Ну, чтоб не подключал. В дальний угол. В девятку, конечно, куда ещё могу. Готов? Не докрутил. Бью в ворота. Всё-таки, с угловых легче на вратарянке делать. Вот, вот и сейф! У меня еще есть 5 ударов. Вот, 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 вот кого на ворот она была ставит. Шахтер его надо. Я финальный инструкционный. Есть ух. Все, можно, да? Беля, не надо девятки, можно туда шестерку. Так, Никита, я... Нет, ну впритинkry со штангой там… Нереаль. Больше за Макси, мудак. Ну что, осталось два месячного. О-о-о-о-о! Железная кожа у нее просто... Наверное, на искусственном так селиться. Все, лопак, и я конечно. Спасибо. Теперь все советы по вратарскому будет давать Женя. Да, если вам нужны индивидуальные тренировки, могу провести вратарский так же. Пишите в комментариях. Телефон 8900. Андрей, кто тот человек, который внес наибольший вклад в твою футбольную карьеру именно в детской школе? Кому ты очень благодарен? Это один человек, Вадим Анатольевич Бондарь. Он до сих пор тренирует в структуре звезды. И сейчас мы с ним и с моим другом открыли, ну уже не сейчас, уже она 2 года где-то, футбольная школа, дошкольная такая, с 3 до 7 лет, шкиты. И поверьте, там уже не дают очень хорошие результаты, потому что действительно работают профессионалы. И в мое время не было тренера по вратарям у меня в команде. И Вадим Анатольевич старался где-то какие-то упражнения мне привести, там откуда-то увидеть и дать. Поэтому я ему очень благодарен. Да, и мы тоже ему очень благодарны, что сейчас мы сидим с тобой и вообще видим, как ты выигрывал шахтером кубок UEFA, суперкубок, да и вообще много трофеев. Спасибо. Из вратарей мирового футбола кто для тебя был примером в детстве, кто остается сейчас примером и за счет чего они добились такого успеха? Ну, и были вратари, конечно, как и у каждого мальчика, там, кумиры свои. То есть в Украине это был, конечно, Александр Шавковский на то время, который уже играл на высочайшем уровне. У себя на родине в Кировограде это Илья Близнюк, который тогда очень, помню, хороший сезон выдал, да. И после этого он, по-моему, в Днепр перешел, там, в Ростов. А в мире, конечно, буфон для меня был номер один. И я с каждым годом, даже когда, там, вот, перешел в Ворсу, Полтаву, я только убеждался, что мой выбор правильный. Потому что я встречался с многими, ну, как по жизни, работал с многими тренерами. И его техника, его видение игры, то есть для меня это был как эталон. Я пытался, ну, конечно, я слушал тренера, но смотрел за его игрой. Какие три основные характеристики должно быть у футболиста, вообще, у человека, личности, для того, чтобы добиться успеха в футболе? Ну, наверное, у вратаря я скажу. Может, свой пример, да, приведи, что тебе дало? Нет, для вратаря, то есть это как... Все говорят, вратари отдельные, да, как ходят, шутят. Ну, конечно, у вратаря психология на первом месте. Это самое главное, то есть... И второе, это, конечно, работа, техника, видение игры, то есть там уже идет одно за одним. Ну, я считаю, если у вратаря стойкая психология, и это первое должно быть. Второе, это, конечно, уже вратарское умение, вратарское мастерство. То есть работа над собой? Конечно, конечно. Если, поверьте, вратари очень недурные люди, как все там думают, да, там головой в штамп и бьются. То есть я много примеров знаю, то есть вратари интеллектуальные, и также следят за собой, как и все там футболисты. Бывают такие футболисты, которые, ну и данные сумасшедшие, и психологически вроде здорово все как бы делает, и устойчив, но что-то не хватает, вот где-то характера не хватает. Вот почему так происходит? Или это чисто, может, где-то фарт, нет фарта? Ну что? Ну, в футболе все зависит, конечно, и от фарта, и от видения тренера, да. Если тренер может не разглядеть правильно, не поставить, не дать шанс, можно так, то есть, может дать шанс, но игрок этим шансом не воспользуется, переволную, ну знаешь, перегорит, как говорят, и все, и тренер может на нем крест поставить. Вот у меня такая же история была, я, у меня Носов покойный, Виктор Васильевич, в Полтаве выпустил, мы с черноморцем дома первую игру 3-2 проиграли, я там, грубо говоря, неудачно там сыграл там, где-то там, то есть, я пришел, все, думаю, ну, все, наигрался. Ну, он говорит, спокойно, говорит, ты еще там свою соточку получишь, потом после соточки будешь уже играть, как мужчина. Ну и следующая игра у нас с Динамо Киевом на выезде в Киеве на Олимпийском, поехали, ничего, 0-0 сыграли, лучше, то есть, вот это, я же говорю, в этом и заключается. Я думаю, это, наверное, даже не 50%, а все там 100%, 90%, это когда тренер в тебя верит, ты выдаешь свою лучшую игру, потому что ты психологически уверен в себе и можешь показать свою... Ты чувствуешь поддержку и ты показываешь, а уже потом со временем ты уже... Когда тренер немножко не доверяет, ты не можешь, наверное, выдать все свои наилучшие результаты. Ну, конечно. Ну, есть такие футболисты, которым все равно, и они... Да, есть такие, ну... В любом какой-то случае показывают хороший уровень. Вот у меня всегда, знаешь, в детстве такое было, вот у нас по школе тоже я там занимался в Динамо, в республиканском училище, в интернате, и были, ну, футболисты вот по нашему году, казалось, ну, они не могут не заиграть, но очень хорошо играли. А были такие, что смотришь на них, ну, думаешь, ну, никогда не заиграют. И наоборот, потом в итоге тот, кто не мог, заиграл, а тот, кто был, как бы, тогда на кураже, да... Ну, представишь, у тебя сколько было, у меня сколько было перспективных в тех же командах. Почему вот так, как ты думаешь? Почему так случается? Вот один тогда... Меняется. Жизнь заставляет игроков смотреть не на футбол, да, думать, что они уже чего-то достигли, чего-то умеют, хотя это не так, то есть... Всегда поговорка есть век, живи, век учись, то есть всегда нужно учиться, всегда нужно тренироваться, то есть это доказывают и величайшие игроки, тот же Кришчано Роналда, посмотрите, он... С каждым годом? С каждым годом он смотрит за собой, ходит, никто же не видит, как он работает, то есть, поверьте, такую форму держать, это каждый день фитнес, каждый день питание, все нужно следить, поэтому это не так легко, поэтому желаю, чтобы было поменьше у нас таких примеров, да, побольше зашло хороших футболистов. Да, и очень хочется всем пожелать и начинающим футболистам, и уже кто играет, возможность, кто сейчас на пути с детского в взрослый футбол, чтобы никогда не останавливались, не думали, что вы уже все добились успеха, всегда работали над собой, даже если вы выиграли Супер Куэфа, всегда работайте над собой и растите, как Криштиан Роналду. Андрей, честно, работалось очень легко, сняли классный ролик. Надеюсь понравится вашим подписчикам. Ну, я хочу сказать так, вот когда работают хорошие люди вместе, мы снимали, тогда и получается хороший ролик. Ну, честно, искренне говорю. Да, Бог. Спасибо. Главное оставаться человеком, и люди к тебе будут поворачиваться. Спасибо. Всего хорошего, подписывайтесь на канал. Любите футбол, ставьте лайки. Всем пока. Пока. Андрей уже уехал на тренировку, но оставил нам подарок для вас, для наших подписчиков. Это футболка с его автографом, который мы разыграем среди вас. Обязательно условия конкурса подписаться на наш инстаграм, ссылку оставлю в описании под видео. Сделать фотографию, оригинальную фотографию на поле, в котором вы тренируетесь или же играете. Отметить там, на этой фотографии, как минимум три друга ваших. И потом, в следующем выпуске, мы покажем все ваши фотографии в видео, ну и выявим победителя с помощью нашего субъективного мнения. Не, не, по хэштегу можно найти где все. Хэштег мирфутбола. Мирфутбола, хэштег нажимаешь, там все фотографии. Все выкидывают фотографии. Зайдешь, посмотришь, а я напишу этому человеку, он еще оригинал пришлет. Ребята, и напишите в комментариях, кто ваш любимый вратарь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok